привет мои хорошие так цветочки чуть-чуть сторону хотела сегодня с вами поболтать о об эпиляции что у меня несколько человек в личку спросила про эпиляцию как я избавилась от волос вообще какими методами я пользуюсь хотела рассказать об электроэпиляции потому что у меня в этой части есть немаленький опыт я избавлялась от волос помощью электроэпиляции чуть-чуть камеру подправлю с чего началась моя история знакомства с электроэпиляции молодые годы когда мне было не помню лет может быть 20 22 вот врать не хочу но молодые годы после каких-то препаратов я не знаю после каких у меня на теле появились точнее будем говорить точнее на груди вокруг соска появились волосы появился сперва один темный волосок я его раз так выдернула потом через некоторое время их появилось 2 я их выдернула потом чуть позже смотрю они уже потемнели пожестче стали и течение нескольких месяцев их стало все больше и они стали уже темные это меня очень напрягло испугало я поняла что они будут вот так теперь всю жизнь меня сопровождать и я начала упорно собирать информацию об удалении волос как же избавиться навсегда прочитала очень много информации и решила сделать электро ну наверно мне было нет все таки 24 25 скорее всего мне было да да такой возраст где-то был у меня решила бы пойти на электроэпиляцию скажу сразу насколько это больно или не больно зависит от вашего болевого порога мне это не очень больно я спокойно переношу процедуру электроэпиляции ходила я на электроэпиляцию в районе груди может быть в течение года но это не значит что я ходила каждый день первые месяцы каждые две-три недели может быть 3-4 недели каждые 3-4 недели потом они растут уже все медленнее все тоньше и в течение года они полностью перестали мне расти все больше они не появились эти волосики прошло уже ну вот лет 13 14 до лет 14 нас уже прошло волосы не вернулись многие говорят что электроэпиляция очень вредна не знаю не могу сказать может быть она вредна может быть и нет вообще сколько процедур вам понадобится зависит не от мастера в основном зависит именно от от вашей генетики от того насколько у вас жесткие черные волосы от того насколько толстый волос насколько плотный большой корень и там много этих нюансов а я потом вышла замуж после замужества после развода с первым мужем решила пойти на электроэпиляцию уже на теле потому что у меня волосы на теле растут очень быстро очень жесткие и черные представляете вот у меня белая кожа сама по себе и черные волосы на теле на голове у меня волос не такой темный как рос на теле я лет 13 наверно начала брить ноги да вот такую глупость я совершила увидела как это делает мамуля и думаю ну мама на это ничего плохого делать не будет и давай тоже тихоря брила и ноги так это продолжалось пару лет наверно потом только моя мама заметила конечно же меня отругала но уже было поздно там уже росли бревна и у меня такие волосы знаете на теле они растут если сбривать удалять воском я удаляла электроэпиляция просто эпилятором обычных бритва пинцетом ну вот разницы нет как я их не удаляла они у меня этот растут под кожу обязательно под кожу они у меня растут и волосы у меня начинают где рос один волос начинает расти по два по три со временем поэтому я очень склонна к волосинению девочки с кавказа меня поймут хотя там тоже есть девочки у которых практически не росли не растут волосы на теле я им всегда завидно у меня есть подруга заремочка у неё вообще на теле волос не было ладно ушла я в сторону и вот вот такая проблема у меня сюжет существовала я стеснялась всегда показать свои ноги потому что эти растущие под кожу волосы раздражение я их постоянно выковыривала даже даже если под кожу они не растут у меня тело белое волосы черные ты их сбрила и вот эти равно черные точечки на белом теле ой как видно а загорать то я никогда не загорала поэтому ну очень дискомфорт был от этого всего особенно в районе бикини это ну кошмар просто бывал я от этого страдала мне это не нравилось мне всегда было от этого дискомфортно и вот после развода с первым мужем я пошла на электро эпиляцию сколько я ходила сеансов я точно сказать не могу девочки опять повторюсь это все индивидуально но в первое время я провел проводила там можно сказать сутками напролет я проводила в этом салоне я проходила 8 утра и уходила вечером потому что волос было много повторюсь корни были у моих волос такие знаете большие крупные чтобы один волос выдернуть моему мастеру проходилось по несколько раз током ударять в этот волос по пять по шесть раз даже ударять проходилось этот волос в корень и чтобы выдернуть этот волос такие у меня были жесткие волосы первый месяц можно сказать я почти каждый день ходила на эту процедуру процедура была не дешевая сейчас я не знаю сколько стоит но тогда это было не дешево у нас дагестане ну этому мастеру я оплачивала почасовая была оплата по моему по россии поминутная оплата я точно не знаю оставались у меня конечно же ожоги после всего этого не у всех остаются у меня оставались ожоги и эти ожоги вы покрывались потом превращались в корочку эта корочка потом спадала вот этой под этой горочкой потом новые волосы вырастала и вот так вот вот так вот по кругу по кругу по кругу я ходила очень долго на эту электроапилляцию в итоге у меня не растут волосы зоне в районе подмышек нет волос раз в два-три месяца может один вылезти один но максимум два и все в районе бикини я убрала естественно это я мечтала прям избавиться от этого но везде где я начала убирать электроэпиляции кстати и на лице у меня были волосы их тоже я убрала все это электроэпиляции и начиная от зоны бикини до колен тоже убрала единственное вот где у меня сейчас осталось осталось вот этот волосяной по кругу где остался это вот начиная от колен и до ниже до щиколоток там осталось потому что мне было лень и там тоже убирать ну как лень не скажу что было лень просто я и так столько времени проводила в салоне я думаю если я еще эту часть буду делать одновременно то и мне там ночевать прошлось бы думал эту часть я отложила на потом думала потом когда вот от всех остальных волос избавлюсь буду делать там ниже колен но откуда так до туда у меня руки не дошли кстати я купила себе аппарат вот для электроэпиляции потому что очень много было волос постоянно проходила сходить в салон на электроэпиляцию и дорого и по времени накладно поэтому я купила себе аппарат аппарат я уже не помню у кого брала я брала его в махачкале дальше там жила вот такой у меня аппарат вот он сейчас я постараюсь показать я его как видеть с собой привезла но здесь я им раз раза три наверно воспользовалась за три года потому что вот на ляжках на бедрах остались некоторые такие знаете такие волосики если приглядеться я их вижу три-четыре волосиком выходят вот чтобы их убрать я воспользовалась как этим аппаратом так вот отсюда это включается у меня ну в принципе включается не включается это все разобраться несложно уровень тока регулируется здесь а кстати забыла сказать чем больше процедур вы проходите тем слабее становится ваш корни ваших волос и тем меньше тока меньше заряд тока нужен бывает для того чтобы его уничтожить так вот такая вот ручка это основной элемент который нужен для электроэпиляции это вот это вот ручка и на кончике вот здесь вольфрамовая нить она бывает разной толщины вот она здесь пакетики у меня толщина тоже зависит от того на каком участке тела вы будете делать на лице конечно она должна быть более тоненькая на ногах более толстая вот я сама себе вот этим аппаратом уже спокойно могу делать электроэпиляции но конечно сама себе я могу делать вот только в том участке которым я достаю вижу это вот бедра вот с передней части и скорее всего наверное все таки я дойду до колен и на коленках тоже уберу а вот в подмышках я сама себе убирать не могла это нереально саму себе подмышками убрать поэтому подмышками и зоне бикини мне все убрала моя мастер за что и огромное спасибо наибачка и семья смотрит огромное огромное спасибо и она терпела меня в любое время дня и ночи приходила к ней не я нам работала со мной вот по поводу электроэпиляции на лице что хочу сказать кстати быстрее всего у меня волосы ушли меньше стало в районе подмышек потом на лице а в позже всего ушли на бедрах на ляжках на бедрах будем говорить на на лице когда делаете электроэпиляцию нельзя выходить под солнце под прямые солнечные лучи попадать категорически нельзя но я особо и не выходила в город под прямые солнечные лучи поэтому я об этом как-то не думала если выходила я делал толстый слой тонального крема и старалась пешком особо не ходить чтобы вот не остались пятна потом нельзя после электроэпиляции мочить как бы нежелательно но не мочить это невозможно особенно зону бикини не мочить извините меня желательно два дня не мочить но как это это нереально я мочила признаюсь честно мочил все горело все щепела но я мочила потому что не мыться невозможно желательно обрабатывать с нам какими-то специальными кремами присыпкой я это все практически не делала но не советую так пренебрегать потому что организм у всех разные и реакции у всех может быть разное обезболивающими поначалу я не пользовалась потому что мне не было больно я даже засыпала когда мне делали электроэпиляцию не поверьте даже в зоне бикини когда мне делали электроэпиляцию мне не было больно потом со временем когда процедуры стали все реже и реже естественно волос стал более слабый и я проходила все реже и реже между процедурами промежуток времени все больше и больше мой организм уже отвыкал от электроэпиляции и я уже боль не переносила зоне подмышек мне уже моя мастер делала обезболивающие вот ну в принципе про электроэпиляцию я все рассказала кстати что хочу сказать нагрузил меня с тех пор вот как я сделал 14 лет назад волос больше не появился простите в той зоне в которой я избавляла с помощью электроэпиляции несколько лет назад у меня волосом больше не растет все принципе я я довольна электроэпиляции вот в зоне ниже колен я делаю эпиляцию обычным обычным эпилятором вот таким вот такой вот обычный эпилятор у меня есть браун ему ему тоже лет пятнадцать не меньше он вот этим вот эпилятором обычным я делаю зоне ниже колен и на руках тоже я этих же эпилятором убираю потому что на руках тоже у меня конечно растет лес густой если оставить в принципе я процедурой электроэпиляции довольна это единственная единственная процедура которой я доверяю как я в которой уверена что волос больше не вырастет я уверена в этом потому что я на себе это попробую попробовала советовать или нет рекомендовать или нет я не могу никому все зависит от вас все зависит от того насколько у вас жесткие волосы насколько вы склонны к волосинению насколько у вас чувствительный болевой порог высокие все от этого зависит сможете ли вы терпеть эту боль кто-то не может поэтому никому советовать и рекомендовать не могу как говорится все нужно пробовать методом проб и ошибок вот не испытав на себе вы не узнаете подойдет вам в этот способ или нет но одно могу сказать что не радовать результат не может летом особенно когда вы вообще не вспоминаете о зоне подмышек она ровно чистая гладкая красивого цвета зона бикини вообще не вспоминаете об этом можете спокойно идти на море это не радовать не может вообще себя как женщина ощущаете намного увереннее я по себе это знаю ну все девочки на этом я закрываюсь все что я смогла я рассказала я не знаю что еще какой информации поделиться с вами было несколько запросов на эту тему больше мне поделиться нечем девочки надеюсь я ответила на ваши вопросы пока пока мои хорошие будьте всегда красивыми не забывайте за собой следить